привет всем наткнулся на журнал по всей видимости начинающие феминистки еще не особо озлоблены но видимо подающие надежды феминистка поделилась словарем таким с элементами юмора я ответил на тезисы которые там были написаны и наша беседа продолжается но я не думаю что она будет какой-то очень продвинутый интересный я решил пройтись по этому словарю и сделать собственную заметку на память для общего ликбеза на этом словаре много чего видно интересного что стоит помнить всем кто вообще думает про феминизм в каком бы то ни было ключе и как-то с ним взаимодействует и так термины и понятия которые можно не понять или понять неправильно это подзаголовок пункт 1 угадайте какой патриархат какое у нас определение патриархата тип культуры где власть по умолчанию принадлежит мужчинам а женщины занимают подчиненное положение я не знаю откуда это убеждение почему она так превалирует причем странным образом одинаково превалирует что среди мужчин даже мужском движение это вижу постоянно что среди женщин и как феминисток так и не феминисток я уже наверное сотню раз сказал и повторю лишний раз основными признаками патриархата или матриархата соответственно являются матри линейность и матри локальность кто занимает главенствующие позиции в обществе является следствием того или иного архата они его определением причины и признакам это следствие если у вас в школе директор школы мужчина это не делает резко школу патриархатом и посмотрев на наше общество легко убедиться у нас патри линейность или матри линейность если посмотреть на формальную сторону вопросу то у нас есть такая вещь в общем-то архаизм как отчество отчество в оригинале означало имя отца абдурахман ибн хаттаб но в условиях брачных законов когда женщина может сама нарисовать общее отчество любое отчество своему ребенку и зарегистрировать его как рожденного в одиночку ну отчество номинальное то есть это скорее издевательство над понятием отцовства чем реальное отношение к отчеству это что касается формальной стороны вопроса что касается биологической стороны вопроса то тоже как уже неоднократно говорилось медицинские родство гарантируется только женщине мужчине она не гарантируется ничем он презюмируется еще потом должен доказывать почему обе стороны если недоволен нужно доказывать что является отцом если вдруг его не вписали и должен доказывать что не является отцом если вписали то есть у него реактивная функция они про активная это что касается матрилинейности про матрилокальность я думаю в мужском движении никому объяснять не надо да это где по умолчанию живут дети и с кем они живут речь не об отдельных примерах типа меня например на это именно что исключение которое подтверждает правило так что еще раз наша культура матрилинейно матрилокально и из этого автоматически следует что она матриархально кто занимает там руководящие позиции в организациях это 35 вопрос и вообще говоря на отдельных мужчина особого действия и не оказывает вам тепло или холодно от того что путин мужчина он действует в ваших интересах как мужчин я что-то очень сомневаюсь идем далее гендер социальный пол пол в кавычках определяющие поведение человека в обществе но гендер до появления феминисток до из живи и так далее означало просто грамматическое пол или рот но поскольку латинизм использовался то так и называлось гендер то есть когда говорили например про собаку то не говорили пол собаки секс по-английски говорили джендер пол не у людей вот что такое было оригинальный смысл слова гендер сейчас все эти там подсчеты с 58 гендерными разновидностями ну я не знаю насколько это можно относить к феминизму но какое-то родство здесь определенно есть вот например там же в патриархате было написано типа стереотипа такие все женщины хотят детей и обожают готовить вы вот верите что все женщины хотят детей обожают готовить я нет мужчина от природы смеет смелее и сильнее но вот это мне странно читать потому что достаточно зайти там на сайт гт о или посмотреть программу для школы норматива физкультурные и из этих физкультурных нормативов будет очевидно что признано общеизвестно и общепризнанно что у мальчиков и девочек разные физические возможности поэтому для них существуют разные понятия норм ну и там не знаю можно сравнить любые спортивные команды в одной и той же дисциплине то есть каким боком это относится патриархату я не знаю как бы это наблюдаемая реальность также как сказать что например там у мужчин и женщин кожный покров устроен по-разному скелет устроен по-разному в среднем различается вес пропорции тела и так далее и так далее и не знаю при чем здесь патриархат это выше моего понимания вот это мне понравилось радикальный феминизм направление феминизма представительницы которого борется исключительно за права женщин вот здесь должен радикально не согласиться с радикальным феминизмом как мы знаем феминисты которые бы реально боролись за равноправие и равную ответственность мужчин и женщин почти не существует их наверное человек десять и большинство из них известно по именам и как правило они же из-за этого избегают называть себя феминистками или крайне неохотно это делают иногда сами феминистки вычеркивают их из своих кругов лишают этого почетного звания взять например вот кристину хофф somers автора книги кто украл феминизм вот этот пример человека который до был за равноправие ну поэтому и феминистки и не считают ее за феминистку так что в этом определении радикального феминизма получается любой почти феминизм радикальный но я больше привык к тому что радикальный феминизм называется такой нигде просто борется за там еще больше увеличение прав и уменьшение обязанностей женщинам а там где предлагают открыто гнобить мужчин иногда вплоть до физического уничтожения я думаю вы знаете такие примеры когда предлагают там изничтожить не знаю там 90 процентов всех мужчин и вот тут то мы заживем понятное дело что и такие люди в лучшем случае просто не понимают степень вовлечения мужчин в их повседневную жизнь сколько мужчин невидимых мужчин обеспечивает все вот это вот круговерть цивилизации начиная от вывоза мусора и заканчивая там работы электричества водопровода и так далее просто не представляет себе для них вот это вот абстрагирование от обслуживающих мужчин привело к тому что они думают что это типа данность природы это вот как солнце всходит и и вода тоже так типа горячая вода вот холодная нальется вот на улице по реке а горячая она тоже сама собой попадает в дом если этих женщин поместите в общем в реальное в общество где мужчин нет я думаю что они бы переоценили свое отношение вот но поскольку этого не случится без какой-то глобальной катастрофы то общем они так и будут пребывать в худшем случае конечно это какие-то патологии там уже на личностном уровне когда у людей ну серьезно какие-то личные счеты что называется к мужчинам как скорее всего как правило корни те растут от собственного папы естественно и это вот ненависть к папе оправданная или не оправданная переносится на мужчин в целом вот и все не более того в общем по моему правильнее понимать радикальный феминизм вот так далее объективизация восприятие женщины как объекта для удовлетворения своих потребностей ну странно что на это нужно показывать но тут как раз и демонстрируется в чем разница между феминизмом и эгалитарионизмом вообще-то объективизировать вполне можно не только женщин да мужчина легко объективизируется стандартный пример который ричард купер приводит да что вы именно beauty objects men a success objects то есть женщина объективизирует за внешность за красоту мужчин объективизирует за то что они умеют делать там за достаток за силу за умение и так далее в обоих случаях нужен не сам человек и не сама личность а то что он умеет производить вовне за эффекты вот но для феминизма для стандартного феминизма естественно объективизации мужчин не существует как например не существует мусорщиков на улице их нет просто они для них невидимой или там водопроводчики или даже системные администраторы что ближе лично мне типа как бы компьютеры они вот работают сами по себе такие они как бы в облаке то что есть целая служба там который этим занимается чтоб все это работало это вот невидимая составляющая мнение что женщина хороша и цена только если красиво и привлекательно это как пример объективизации то есть люди не учитывают того что мужчина хороший привлекателен только в сочетании с некоторым количеством денег всякие определения типа неудачник нищеброд и так далее и так далее то есть все они про объективизацию только это объективизация мужчин дальше газлайтинг уж не низкий присвоили себе термин газлайтинга хотя там никакого выраженного гендерного признака в оригинале в книге не было там вот два героя были оба вымышленные там один был муж и другая жена в другой книжке наверняка если порыться наверняка можно найти примеры где таскать жена направленно вводит мужа в какой-то такой морок что он неправильно понимает реальность и был бы противоположный пример на мне сдается что вот например убеждение мужчин в том что они живут в патриархате когда женщины об этом говорят вот том числе как автор этого мини словаря в этом вообще-то есть элемент газлайтинга на то есть всеми своими органами чувств вы наблюдаете что патриархата не существует но посредством постоянного внушения и разговора и обращение внимания всякие мелкие детали которые общем-то особо даже не влияют на картину в целом многих действительно удается убедить туда они живут патриархате да почему ну потому что путин вот мужского пола там да и потому что депутаты там на 90 процентов мужского пола если посмотреть правда наличное качество до депутатов что мужчин что женщину вы видите что в общем прекрасном случае они похожи короче говоря вот это вот постоянно направленное такое накачка типа вот вот вы живете в патриархате выживет патриархате это собственно пример газлайтинга на самом деле и выполняется он на государственном уровне с Государственной накачкой. То есть, я такой придумал термин только что на ходу. Гослайтинг. Гослайтинг средствами массы информации государства. Харрасмент. Нарушение личного пространства женщины и вторжение в ее частную жизнь. То есть, опять, к слову харрасмент привязывается и пол. Если мы, значит, вторгаемся в личную жизнь мужчины и нарушаем его личное пространство и вторгаемся в его частную жизнь. Типа, это не харрасмент. Это, наверное, часть патриархата. Я не знаю, найдутся среди слушающих мужчин в чью жизнь никто не вторгался и не пытался как-то навести в ней свои порядки или что к вам не приставали тем или иным способом. Понятно, что открытое приставание, то, что называется по-английски catcalling, когда там свистят на улице. Ну, да, это бывает сравнительно редко. Но, как вы знаете, у женщин другие способы харрасмента и приставания. У меня, например, лично был и, между прочим, до сих пор иногда все еще продолжается, как это правильно называется, сталкинг. То есть, существует сталкинг с женской стороны. Если вы когда-нибудь отказывали женщине, то, в общем, вы, наверное, знаете, что это такое. Вот в моем случае это продолжалось годами. То есть, женщина навязчиво преследует и продолжает писать с новых адресов имейл, присылать смс и сообщения с новых телефонов. И вроде бы у нее уже давно другая жизнь, но она продолжает это делать время от времени. Вот, слушай, рядом. Может быть, это не так выпукло, известно, и мужчины об этом особо не рассказывают. Не принято об этом. Не принято хвалиться тем, что ты жертва. Это такой элемент смещения восприятия, что-то родственное, ошибки выжившего. Смотрим не на тех, кому больно, а на тех, кто громче кричит. Ну, вот громче кричат те, кто присваивает себе харассмент. Последний термин меня не впечатлил, хотя он тоже является говорящим. Кукусик. Никогда этого слова раньше не слышал. Мужчина, посвятивший свою жизнь противостоянию злобным феминисткам. Вы когда-нибудь слышали про слово кукусик в таком значении? Я не слышал. Мне нравится здесь, что выражена именно та черта, что это как бы обзывательство, выписанное авансом любому, кто попытается возразить. Причем это именно обзывательство. Это не аргумент, это не какой-то довод, это не отсылка к какому-то источнику или авторитету. Это именно обзывательство такое детское. Типа жиртрест, например. В таком духе. То есть человек знает, что у него слабые позиции по целому ряду вопросов. Он знает, что на них будут возражать. Люди бывают разные, согласен. Кто-то возражает так, как я сейчас это делаю. Кто-то может зайти и написать что-нибудь трехэтажным матом. Это можно понять. Но человек уже обозвал вас авансом. Вперед. Вы еще ничего не сказали, вы только может подумали, что может кто-то в чем-то не прав, но вас уже обозвали. Это тоже такая характерная черта для сообщества. Я думаю, вы с этим тоже сталкивались. Ну и бонусом, поскольку этот же автор буквально на днях сделал такой мини-феминистский взгляд на сказку «Русалочка», решил просветить нас, насколько мало мы знаем, оригинальный сюжет в сравнении с диснеевским вариантом. Естественно, он сильно изменен, это как бы не тайна. Но человек решил нас впечатлить знаниями. Единственное, на что этот человек не рассчитывал, что найдется прохожий, который тоже читал эту сказку и поэтому знает сюжет. Что она правильно рассказывает, это действительно присутствует в сказке, что русалочки, вся ее ходьба на ногах и проживание в мире людей сопровождалось болью. То есть ей было больно ходить, ей было там больно все. По-моему, в сказке буквально написано, что это чувствовалось так, как будто она ходит по лезвиям бритвы. Такие у нее были ощущения. О чем автор умолчала? О том, что, да, наверное, спусковым крючком послужило ее впечатление принцем. Ну, не кем-нибудь, конечно, не рядовым каким-то там человеком, принцем. Это делает сказку очень феминистской. Хи-хи. Тем не менее, гораздо больше русалочку занимала именно возможность приобрести бессмертную душу и через бессмертную душу обрести бессмертие, которого вот ее сообществе, этих морских там, морских созданий не было. И, собственно, главное, что и ведьма объясняет, морская в оригинале, она ей объясняет, что у русалок нет души. Единственный способ, каким она может обрести душу, это если принц на ней женится, то он как бы отдаст ей часть своей души. И тогда она сможет обрести бессмертие. То есть до некоторой степени можно сказать, что принц является здесь средством, а не целью. Приятное, конечно, средство, но тем не менее. И финал, как его описывает автор. Счастливого конца нет. Принц находит незнакомку и женится на ней. Русалочка умирает и превращается в морскую пену. Достаточно открыть текст сказки, чтобы убедиться, что никакого превращения в пену нет. В момент, когда русалочка проигрывает эту, так сказать, сделку морской ведьме, появляются так называемые духи воздуха. То есть она относилась к духам воды, появляются духи воздуха. И духи воздуха зовут ее с собой. Говорит, пойдем с нами. В общем, у нас есть такая возможность, по-моему, за 300 лет добрыми делами заслужить душу. И когда мы ее заслужим за 300 лет, то у нас тоже есть возможность обрести бессмертие. И русалочка с ними улетает. Вот, собственно, конец сказки. Мораль всего моего ролика. Когда феминистка сообщает вам, что на улице идет дождь, нужно выглянуть и убедиться. Скорее всего, дождя нет. К сожалению, вот так устроено все это сообщество. Но если кто-то из феминисток захочет на эту тему подискутировать, цивилизованно, конечно, то я готов поддержать беседу. В том числе в прямом эфире. Всем пока, удачи. Желаю вам поменьше феминисток встречать на своем пути. Субтитры сделал DimaTorzok